Желающих написать тотальный диктант едва ли не больше, чем мест в читальном зале. Мы с трудом нашли за этим столом место и сейчас вместе с другими участниками попробуем свои силы и проверим свою грамотность. На тотальном диктанте за одной партой могут оказаться люди всех возрастов. Даже пенсионеры вспоминают школьную программу. Льву Леонидовичу 82 года пришел сюда впервые. Написать диктант для него внутренний вызов самому себе. Даже не стал сдавать на проверку. Писал для себя и хочу не афишировать это дело. Решил проверить. Не потерял я грамотность. А проверить это самостоятельно можно будет после того, как текст появится в интернете. Ольга Викторовна по профессии врач. Участвует в акции уже третий раз. Уверяет, что грамотности, как и любви, все возрасты покорны. Русский язык люблю. Он мне как-то всегда удавался по наитию. Ну и потом как-то не хочется свой мозг запускать. Я его хочу развивать. Мне 80 лет, поэтому как-то уже озаботилась этим вопросом. Шестиклассник Родион здесь один из самых молодых. В школе учится на отлично. Самые сложные правила русского языка для него еще впереди. Но это не остановило его в попытке написать текст для знатоков. Я должен доказать свои знания по русскому языку. У меня по ним стоит пять. И это будет действительно независимая проверка знаний. Писатель Павел Басинский, автор текста «Ловец снов», выбран для часовых поясов в центральной части России. В восточных регионах писали совершенно другие отрывки. И каждый год это современные авторы и новые тексты. Организаторы «Тотального диктанта» в Новосибирске предлагают автору создать специальный текст для этого. То есть этого текста еще нигде нет. И при очень сильном желании человек может сидеть с телефоном на «Тотальном диктанте» и пытаться найти этот текст в интернете. И он не сможет этого сделать. Олеся Шкреба – филолог и бессменный диктатор. Человек, диктующий текст. Считает себя самым несчастливым человеком. Она единственная, кто не может сама написать этот диктант. Оценивает текст только со стороны читателя. Считает, что на этот раз текст был сложен своей пунктуацией. Результаты, как всегда, будут доступны на сайте «Тотального диктанта». Вот и написали текст. Сейчас люди в последний раз его проверяют. На мой взгляд, он был не очень сложный. Хотя было достаточно вводных конструкций и сложных предложений. Результаты вы можете узнать в своем личном кабинете. Они не придаются общей огласке. Владимир Бедняк, Виталий Петренко. Такой день на мире Белогорье.